Друзья, все Всем здорова, всем привет! С вами канал Охотничий Простор это меча и я, руля Дущий Александр. Находимся мы в салоне оружия, расположенного по адресу улица Роза, Лексинбург, 44, город Томск. И сегодня вашему вниманию будет представлен обзор на турецкий полуавтомат под именем и названием Хуглу Ленобо. Я предлагаю посмотреть, что идет в комплектации к ружью и потом уже займемся самим ружьем, разборкой, рассказом и так далее. Значит, что самое интересное и прикольное у компании Хуглу, это то, что идет кейс. Вот он, пластиковый кейс, который вам положат либо в именитых каких-то итальянских брендах, либо это будет обычная коробка. Ну вот, компания Хуглу, значит, своим клиентам предлагает сразу уже завода, то есть он идет кейс. Это отличный ништяк, который радует глаз. Открываем кейс и мы видим, значит, руководство по эксплуатации сам паспорт, наклеечки на ствол, либо на приклад фирмы Хуглу, их фирменный бренд, да, вот он, птичка ихняя. Дальше, значит, на русском теперь еще руководство эксплуатации также, еще вам компания Хуглу, значит, в подарок ложит вот такую ручку, что тоже приятно, кстати, тоже фирменная Хуглу, а то скажете, что я вам положил паркер, купил за 5 рублей, нет. То есть ручка уже идет в комплекте. Дальше, значит, сертификат российский и переходим к следующим вариантам. Значит, что сам ствол, что, значит, само ружье хранится вот в таких вот чехольчиках. Я их называю по-простому носки. Они внутри идут мягонькие, что тоже очень удобно при перевозке, не вредит ни хрому, ни воронению, значит, ни каким-то отдельным частям. Это приятный бонус. Так, дальше, значит, идет в комплекте запасной тыльник приклада, такой вот мягонький. Этот у нас идет толще, этот идет тоньше. То есть на любой вкус и цвет вы можете себе подобрать толщину вашего тыльника. И еще идет толстый тыльник, то есть их, оказывается, идет три в комплекте, и этот вообще идет толстый, что вообще прекрасно, да? Вы можете вообще себе легко его подобрать и настроить. Вот, допустим, в зимнее время года, да, вы идете в какой-то толстой куртке, и толстый именно тыльник вам, ну, при вкладке некомфортен. Вы ставите тоненький, да, два болтика открутили, поставили. А летом же наоборот, то есть тонкий тыльник нам где-то не хватает, да, значит, рук до спускового крючка. И вы ставите уже толстый тыльник, чтобы, значит, уже было покомфортнее. Переходим дальше. Значит, в комплекте идут, так, раз, два, три, четыре, пять. Пять дульных, ой, пять дульных говорю. Пять, значит, проставок погиба и увода приклада. Как всегда, да, открываем такую хорошую коробочку, и что мы видим? Значит, в комплекте идет пять дульных устройств и ключик для их смены. Устройство, на первый взгляд, сделано качественно. Одно устройство уже стоит в тваре, ну, это стандарт, да, цилиндры 0,25, 0,5, 0,75 и единица. Так, ну, и идет, значит, вот такая защита. Если вы где-то на стенде, да, то вы уже идете и показываете, что ваше ружье развяженное. Вот, тоже такой приятный бонус, да, где-то при перевозке, переноске. То есть, тем самым вы уже обеспечиваете себя. Это безопасность, в первую очередь. Тоже идет в комплекте, это плюс. Так, ребят, ну, и основной, наверное, важный момент, который интересует многих, значит, это его цена. Значит, на данный момент, на сегодня у нас 23 февраля 2023 года, кстати, мужики, всех с праздником, всех обнял. Значит, цена его составляет без 150 рублей 60 тысяч. Я считаю, это достаточно неплохая цена, не завышенная, если судить по сегодняшним ценам на рынке. Так, убираем все ненужное и, собственно, переносимся теперь к самому стволу. Значит, турецкий полуавтомат с низкой планкой, 760-й ствол. Так, на конце мы видим планки оптоволоконную аккуратную маленькую красную мушечку. Планка низкая, кому, значит, какая больше нравится, кому низкая, кому высокая. Вы, как все знаете уже, да, я всегда за высокую планочку. Попробуем по вскидке. Ну, в принципе, я бы даже сказал, достаточно неплохо. Так, значит, следующий момент. Расскажу сразу из минусов о ружьях и потом уже перейдем к плюсам. Значит, у ружья идет сверловка канала ствола 18,75. Ну, в простонародье 18,8, да. Что значит из минусов? О, дульным насадкам, дульным устройствам. Значит, сюда вы можете вкрутить только родные. Потому что на данный момент ни один производитель дульные насадки к данному ружью не изготавливает. В основном у нас каналы ствола идут 18,3, 18,4, да. Как мы все знаем, это что касаемо 12-го калибра. Ну, где-то бывает, проскакивает и 18,6. Так вот, это первый минус. И второй минус, значит, это антабска, вот эта, которая блякает. То есть, в основном ее заматывают где-то изолентой, вот, либо вообще их убирают. Потому что при подкрадывании дичи где-то на болоте, да, в самый неподходящий момент она, как говорится, может блякнуть и подвести. Так, переходим дальше. Значит, откручиваем гаечку цевья. Ружье у нас инерционное. Так, смотрим. Значит, сам хвостовик, да, длинный. И отсекатель, значит, стрелянных гильз. Внутри, конечно же, все хромировано. Значит, сама планка припаяна очень грамотно. Каких-то следов или слов, пайки я не наблюдаю. Далее. Значит, магазин здесь уже нарастить нельзя, да. То есть, он у нас идет фиксированный 4 плюс 1. Теперь побучаемся слабкой затвора. Ага, есть. Так, мы видим, значит, сам затвор, хвостовик. Ну, вот он, поворотная личина, да, как это сейчас уже можно, модно. И сам выбрасывает. Все. В принципе, больше здесь ничего нет. Дальше, значит, предохранитель. Я бы сказал, жесткий такой. Вот. Стольная коробка. Ну, по сути, ничем не отличается. То есть, ударно-спусковой механизм у нас выбивается одним штифтом. Единственный, значит, плюс, который я сразу вижу. То есть, мы видим на, значит, ствольной коробке пролези. Что нам, ребята, это дает правильно. То есть, какие-то ништяки оптоволоконные, да, поставить мы уже сюда можем без проблем. Что касаемо оптических каких-то прицелов и так далее. Так, соберем ружье. В обратной последовательности. И расскажу дальше еще один плюс, который мне очень нравится. Все, в принципе, встает по пазам. Подогнано очень грамотно. И теперь смотрите, внимание, тот ништяк, о котором я вам говорил. Значит, кнопка сброса у нас имеет, значит, двойной эффект. Двойной действия. То есть, это как мы подаем, значит, сам затвор, да, запирание замка. Так и идет выбрасывание гидзы. Сейчас я вам это продемонстрирую. Значит, смотрите. Три фальш-патрона. Чтобы потом не сказали, что я тут хочу всех застрелить. Значит, один, как обычно. Загоняем. Оружье заряжено, да, по сути, то есть, предохраните все дела. Мы поохотились, на болоте стояли вечерку, налета не было. Чтобы не передергивать затвором, значит, гильзы не летели у нас в грязь, в воду, в какую-то пыль, песок, да, и так далее. Смотрите, что происходит. Значит, мы нажимаем на кнопку и подаем себе патрон. То есть, вот она кнопочка. Нажимаем вниз и подаем себе патрон. Я думаю, это очень легко и удобно. И достаем, значит, сам патрон производим. Значит, холостой спуск. Также здесь есть и плавный спусковой спуск. Вот он. Отвели затвор, нажали на курок. Все. Ружье снято с болевого спуска. Вот такое прекрасное ружье компании HUBU. Плюсы и минусы я вам рассказал. А дальше думайте сами. Выбор за вами. Приходите к нам в магазин. Если у вас есть какие-то вопросы или желание приобрести какое-то ружье. Поможем, расскажем, поможем, продемонстрируем. Всем удачи. Всем пока. С вами канал Охотничий Просторок Томича. С вами был Игорь Негода.